По прогнозам синоптиков, на этой неделе в столичном регионе воздух прогреется до плюс 30 градусов. Чтобы наслаждаться солнцем безопасно, следует соблюдать некоторые правила. В летние и жаркие дни жители города стараются быть поближе к водоемам. Ну а если нет рядом реки или озера, то можно немного освежиться у фонтанов. Прогулки в парках и скверах – еще один вариант спрятаться от жары. Диана вместе со своим двухлетним сыном Мишей летом большую часть времени проводят на свежем воздухе. Перед выходом обязательно используют солнцезащитные кремы, а в дневные часы отдыхают в тени. Лучше, чем дожди. Мне больше нравится. Мы можем плескаться с малышом. Для комфортного самочувствия в летний зной необходимо исключить тяжелые физические нагрузки. В дневные часы старайтесь проводить на улице как можно меньше времени. Носить одежду из натуральных тканей в светлых тонах. В рацион необходимо включить больше овощей и фруктов. А более плотный прием пищи перенести на раннее утро или на поздний вечер. От кофе и алкогольных напитков следует отказаться. Они только провоцируют жажду. Врач амбулатории поселка Развилка Лилия Музафарова рекомендует пить больше воды. Избегать обезвоживания. То есть каждый час принимать по 100 миллилитров воды. Если с вами ребенок, то обязательно с собой всегда должна быть в бутылочке вода или некрепкий чай разведенный или разведенный сок. Медики отмечают, что каждый человек по-разному переносит жару. Я уже не люблю. Мне жарко. Мне уже много лет. Позагорать. Витамин Д получаем. Очень даже. Единственное, да, конечно, средства с СПФ надо наносить. Чем больше фактор, тем лучше. Ну так, в принципе. Она скоро кончится. Лето короткое. Я обожаю жару вообще-то. Я не люблю теплую одежду. Ну, я люблю лето, весну. Ну, что-то жаркое что-то. А если решили искупаться, тут тоже нужно действовать с умом. После долгого пребывания на солнцепеке нельзя бросаться в холодную воду. Врач также рассказала, как оказать первую помощь пострадавшему от солнечного удара. Нужно человека перенести в тень или перенести в прохладное помещение. Освободить верхнюю часть туловища от одежды. Положить его горизонтально под голову и под ноги валик из одежды или из подручных средств. Дать больше жидкости пить мелкими глотками. И еще одно правило, которое следует соблюдать в жару перед выходом на улицу. Обязательно надевать головной убор и солнцезащитные очки. Настоящей летней погодой наслаждались Наталья Гуслаева, Александр Логинов, Видное ТВ.